Собрание представителей славянских организаций области по сути стало учредительным для городского культурного центра славян. Направить работу многочисленных общественных организаций в нужное русло и не потеряться в проблемных вопросах были призваны один из главных славяноведов области Юрий Кирюхин, председатель Туркестанского областного славянского культурного центра Марина Лимаренко, председатель областного филиала Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана Денис Крамаренко, председатель правозащитной организации Соотечественник Александр Подвиг. Совместно с присутствующими были определены основные направления работы новосозданного городского славянского центра. В состав правления Шемкенского культурного центра славян были единогласно выбраны семь активистов города в различных сферах деятельности. В ходе собрания не забыли поздравить работников образования с приближающимся профессиональным праздником Днем Учителя. И вполне логично прозвучали предложения по кандидатуре главы славянского культурного центра третьего мегаполиса. Спасибо вам за разумное, доброе, вечное. Все цветы мира к вашим ногам, дорогие учителя. И мне вдвойне приятно сегодня предложить на должность председателя славянского культурного центра города Шемкен кандидатуру Романовой Натальи Сергеевны, которая более 40 лет работает в системе образования. Сегодня является директором детского и юношеского центра и членом Республиканского совета женщин Казахстана. Кандидатуру Натальи Романовой поддержали единогласно. С ее помощью славянский центр города Шемкент будет организовывать новые интересные проекты и мероприятия. В завершении работы высокого собрания председатель областного славянского культурного центра Марина Лимаренко порадовала собравшихся новостью, что 21 октября начнется отбор участников ежегодного вокального конкурса «Казахская романсиада», который завершится 29 октября галоконцертом в концертном зале Туркестан.